Сотню лет старейший в России Сызранский областной призывной пункт не имеет места, где родные могли бы повидаться, поговорить, расцеловать сыновей перед отправкой в армию. Во время каждой призывной кампании через сборный пункт проходит более трёх тысяч новобранцев, которых провожают близкие. Но места, где поставить транспорт, присесть и повидаться с сыном, нет. Большое количество, вы знаете, прибывает на автомобильном транспорте со всей Самарской области. И площадок никаких нет, и размещение родителей. Начальник призывного пункта обратился к главе Сызрани с просьбой помочь решить проблему. Она заключается в том, что поблизости нет муниципальной земли, только частная. Решаем вопрос по приобретению, по обмену и приобретению вот такого частного участка из частной собственности. Он близко расположен, буквально через дорогу от областного сборного пункта. Он достаточно большой по площади, по крайней мере, такой площади, которая необходима. Здесь достаточно будет места, чтобы организовать парковку. Здесь будет достаточно, я думаю, места, чтобы построить какую-то, может быть, небольшую часовенку, благоустроить какой-то уголок, о котором давным-давно мечтает руководство областного сборного пункта. И вот теперь начата расчистка территории для строительства большой парковки возле призывного пункта. Помощь с выделением спецтехники оказал депутат Самарской губернской думы Сергей Гринько. Здесь уже снесли заброшенные строения и кусты. До того, как перейти к частнику, на этой земле стоял старый детский сад. При поддержке администрации городского округа, при помощи нашего городообразующего завода Тяжмаш, сделали огромными усилиями территорию, которая находится рядом со сборного пункта, привести ее в порядок, благоустроить, чтобы наши родители чувствовали себя, провожая своего сына, в комфорте. Потому что это лицо Самарской области. Сборный пункт – лицо всей Самарской области. Рядом с построенной парковкой военные хотят устроить парк. Такой подарок к юбилею. В этом году областному призывному пункту в Сызрани исполняется 120 лет. И этот сборный пункт называют лучшим в России. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.